Интернет и социальные сети появились в мире сравнительно недавно, а сейчас смартфон есть почти у каждого человека. Эта неизвестная нам вещь стала буквально частью нашей жизни. Почти 70% россиян заходят в сеть каждый день. В современной цифровой среде есть свой этикет, как и в обычной жизни, но не все о нём знают. Частный случай несоблюдения норм этикета обсуждали и староскольцы, когда некоторые популярные интернет-сообщества публиковали видеоматериалы нелицеприятного содержания. Евгений Золотарёв уже 6 лет ведёт группу о жизни старого оскола в социальной сети ВКонтакте. За долгое время такой работой пришло понимание – в сети дозволено не всё, точно так же, как и в реальном общении. И есть условные правила, которые необходимо соблюдать. Цифровой этикет – это забота о людях и забота о себе. Вообще этикет – это забота, ну по сути. Это какие-то внегласные правила, когда ты продумываешь свои действия наперёд и делаешь так, чтобы человеку, твоему собеседнику или объекту твоей съёмки, либо людям, которые тебя читают, твоим подписчикам, да, если мы говорим про массовую аудиторию, чтобы у них не возникало вот этого зудящего чувства, которые возникли у тебя, когда ты посмотрела в ПСО размещенный вот этот сюжет. Я вижу ваше негодование по тому поводу, что я не опубликовала по традиции пост об интересных фактах Александра Сергеевича Пушкина. Зудящее чувство может возникать от отсутствия приветствия в начале переписки или знаков припинания в полученном сообщении. Это только мизерные случаи, когда твой собеседник не соблюдает элементарный этикет. Арина преподает уроки русского языка в школе и везёт блог в Инстаграме. Она не понаслышке знает, каково это – сталкиваться с незнанием цифрового этикета как у детей, так и у взрослых. Мы же, например, не звоним своему начальнику или коллегам по работе после 9 часов вечера. В интернете многие могут написать и после 10 часов вечера, то есть и со всякими вопросами без «здравствуйте», без «до свидания», без «спасибо», без «пожалуйста». То есть здесь в социальных сетях, я считаю, тоже должен присутствовать какой-то этикет. Некоторые дети думают, что если ты находишься у них в социальных сетях в друзьях, то есть этот момент панибратства. То есть некоторые переходят границы. Они почему-то думают, что можно пообщаться с учителем точно так же в любое время и на любые темы в социальной сети. Но это ведь не так. Школьники положительно отзываются о блоге своего учителя. О самой Арине это помогает наладить с ними контакт. К учителю, идущему в ногу со временем, больше прислушиваются. Это также помогает развить цифровую грамотность у детей. Но у большинства уже состоявшихся личностей понятия «цифровой этикет» не существует. Павел – администратор группы «Черный список». В день он обрабатывает десятки запросов от недовольных людей. Большинство пишут в порыве и не замечают, как переходят границы. А иногда и нарушают закон. Все очень просто. Нужно соблюдать законы Российской Федерации. У нас в законах все четко прописано. Нельзя оскорблять людей, нельзя материться, нельзя призывать к экстремизму, сепаратизму и так далее и тому подобное. Если бы это все соблюдали люди, если бы это контролировалось, было бы более этичных людей в цифровом формате. Пока на законодательном уровне многие аспекты цифрового этикета никак не регламентируются. Поэтому электронный обмен информацией опирается не на закон, а на общественные понятия. Получить пояснение от соответствующих муниципальных структур тоже не получилось. Но в любом случае абсолютную свободу в интернет-пространстве каждый ограничивает в силу своего воспитания.